Мы продолжаем, дорогие, говорить про божественное исцеление на нашей серии передач «Чудеса исцеления». И я очень рад быть в студии с пастором Сергеем Марининым. Мы сейчас с ним будем продолжать те темы, которые мы поднимали ранее. И спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы смотрели. И пастор Сергей, добро пожаловать. Пастор Сергей является пастором Церкви Слово Жизни в городе Саратов и основателем движения исцеления священники Господа. Добро пожаловать. Приветствую всех, дорогие друзья. Спасибо, что вы продолжаете следить за нашими передачами. Мне очень приятно нам встретиться снова в этой студии. Спасибо, Антон, за приглашение, за эти вопросы, за эту тему. Слава Господу! Люди в церкви, они получают исцеление медленнее, чем люди, которые приходят с мира. Или в мире, когда мы идем служить, исцелять людей, которые не знают Евангелие. Они моментально получают исцеление. Я видел это в своей практике. Когда ты приходишь в церковь, то ты сталкиваешься со скепсисом. Можешь столкнуться, наверное, это не везде, но можешь столкнуться с неверием, со скепсисом. И как будто бы тема божественного исцеления сложнее дается с верующими людьми. Как это понять? Ты сам как будто отвечаешь на этот вопрос. Действительно, это явление. Когда мы идем в мир и исцеляем тех людей, которые не в церкви, те, которые не рождены свыше, они в разы исцеляются быстрее. Там есть динамика. И когда, допустим, мы это переводим параллельно на церковь, на выцеркленных людей, то этой динамики нет. И ответ очень простой. Церковь, она пропитана негативным опытом. Она пропитана вот этими неудачами, этими вещами. И когда человек 5-20 лет верующий, он столкнулся вот с этими неудачами, и это демотивирует. С одной стороны, я вижу, что нет ни одного человека в церкви, который пришел и был какое-то время в церкви, чтобы он однажды не был исцелен. То есть я не знаю таких людей. Хотя бы один раз, хотя бы от какой-то проблемы он был однажды исцелен. Но тем не менее, сталкиваясь снова и снова с этими проблемами, он сталкивается вот с этим мышлением о служении исцеления. Мы уже об этом говорили. Что он снова идет к каким-то конкретным людям, исцеляясь, возвращаясь вот к этому пониманию, что кто-то возложит руки, а где Господь, а вот что с этим делать. И люди сами должны сегодня принять вот то, что они являются этим источником. И служение исцеления призвано прежде всего, чтобы наставить, не просто исцелить, а наставить человека в том, что он может исцелять себя сам. Даже вот у меня идея в начале, когда мы с тобой общались до вот этой серии, я даже хотел назвать вот эту серию «Исцели себя сам». что в этом есть определенный смысл. Почему? Потому что исцели себя сам – это значит, прими, согласись сегодня с Богом, то, что ты сегодня источник. Ты сегодня источник этой силы. Посуди сам. Писание очень четко говорит. Уверовший будет возлагать руки на больных, и они будут здоровы. Это истина. Это Библия. Слово Божье – это самая позитивная информация, какая только есть вообще на земле. Ничего нельзя убавить, и ничего нельзя прибавить к этому. И Бог очень четко сказал о своей любви, о том, что Он отдал своего Сына именно за то, чтобы мы не болели. И мы не нуждались в этих вещах, а мы двигались в этих вещах. Но люди продолжают иметь и рассуждать, прежде всего, сталкиваясь с чем. Возлагая руки, он смотрит своими физическими глазами. А что сейчас происходит? А что ты чувствуешь? А что ты переживаешь? Ну, послушай, Слово Божье – это семя. Исцеление – это семя. И тогда, когда мы вкладываем это семя, сеем это семя, Земля сама собой производит вот эти процессы. Но наша функция, она в том, что мы стоим на слове, мы не рассуждаем. И продолжаем сеять. Продолжаем стоять на этом слове. Не рассуждать то, что физически охватывает нас. И позитивное мышление – это тогда, когда мы стоим на слове. Поэтому Бог в свое время Иисусу Навину говорил, «Я хочу, чтобы ты был твердым и мужественным». Не в том, чтобы Он взял эту землю, а в том, чтобы Он твердо стоял на слове. Тогда Бог говорит, «Тогда я буду воевать». Мы сегодня не воюем. Мы сегодня принимаем то, что сказал Бог. Это свершившиеся вещи, и мы должны согласиться с ними. Но люди, они продолжают отталкиваться от видимого. Они продолжают отталкиваться от того, что происходит сейчас. Что я вижу своими глазами. Но исцеление – это то, что ты посеял. Это может быть через несколько часов, это может быть через несколько дней, через несколько недель. Но это в том случае, если ты стоишь на слове. Если ты стоишь на слове. Пастор Сергей, вы говорите о том, что божественное здоровье – это то, что принадлежит Церкви. И исцеление – это для мира. Как понять эти слова? Что вы имеете в виду? То, что когда Иисус сказал своим ученикам, идите и проповедуйте, несите это послание, несите это слово. И я буду посреди вас. Я буду сопровождать вас знамениями, чудесами, исцелениями. И я верю в то, что когда в Библии написано о том, что уверовавшие будут возлагать руки на больных, я подразумеваю, что это люди из мира. Когда Иисус пришел, Он пришел исцелять и спасать те, которые обременены, те, которые не знают Христа. Но когда мы находимся в теле Христа, тогда, когда мы родились свыше, здесь мы говорим о божественном здоровье. Я подразумеваю то, что мы говорим здесь, то, что теперь ты божественный здоровь, теперь ты источник этой силы. Это ты возлагаешь руки на больных. Утверждая других людей, ты утверждаешься сам. Я верю, что в Новом Завете вот это золотое правило, где Иисус сказал, как бы ты хотел, какого бы ты хотела отношения для себя, начни совершать вот эти действия, начни сеять эти вещи. Если мы хотим исцеления, если мы хотим какие-то вещи, каких-то изменений в своей жизни, давайте утверждать других. Его свидетельство, свидетельство Христа, оно заключается в том, что Он пришел, Он раздал себя. Он раздал себя. Когда Он видел нищего, Он делился. Когда Он видел голодного, Он делился. Когда Он видел больного, Он исцелял, Он давал силы, Он давал финансы, Он раздавал. Написано, Он уничижил себя до смерти, чтобы воскреснуть. Но Он сам это сделал. Не грех, не люди окружающие. Вот философия, вот смысл, что Он сделал это, потому что это было в Его сердце. И сегодня мы не ходим по кругу, а мы являем вот эти вещи, мы утверждаем, мы утверждаем и сами утверждаемся через то. Мне нравится в Матфея, по-моему, в седьмой главе написано о том, что просите у Бога, просите у Бога, и Бог даст, и Бог откроет двери. И тогда люди, знаешь, в церкви говорят, ну, я молюсь уже столько лет, а Бог мне не дает. Ты сталкивался вот с такими вещами? Да. И ты знаешь, там так интересно, что эта мысль не заканчивается. Он, по-моему, в 12 стихе там продолжает, он говорит, он делает вывод, что если ты встанешь вот в эту позицию даятеля, даятеля, тогда проси. Знаешь, люди, они вот подключаются, и такой вампиризм духовный, дай, дай, все как будто, знаешь, вокруг тебя, но не так это работает. Он рассчитывает на нас, то, что мы становимся даятелями, мы становимся как Он. И тогда мы раздаем. Мы раздаем любовь, мы раздаем себя, мы раздаем свое время, мы раздаем силы, мы раздаем финансы. И тогда это все возвращается. Тогда проси. Тогда ты будешь наполняться еще больше. Суть Евангелия, оно в том, что мы раздаем. Что раздаем? То, что получили от Бога. Его Дух, Его силу, Его любовь. Дары Духа Святого. Дары Духа Святого. Это дано для мира. Это дано для того, что переживая любовь в своем сердце, мы идем в мир. Тогда второй части, которая, как вы говорите, что исцеление для мира, для людей, которые не живут со Христом, но страдают, болеют. Если это так, то почему тогда Церковь, она вот в этом вопросе, ну, не совсем активна, вот чтобы дать миру исцеление. Да, вот это и мышление, наше негативное, религиозное мышление, оно и тормозит нас. На все, получается, оно влияет. Дело в том, что получив вот этот негативный опыт внутри Церкви, не дает нам выйти за пределы. То есть, человек, имея негативный опыт, он не может, ну, верить, вот быть в этой динамике, быть в этом тонусе. Он столкнулся вот с этим негативом, и он не пойдет с этим... Он как бы заслонел, он столько его и видит, получается, вот этот негатив. Да. И блокируется его верно. Да, да. И нам нужно вот приобретать вот это позитивное мышление, это безоговорочно, это принципиально, то, что ты стоишь на слове. Не важно, что ты видишь своими физическими глазами. Если Писание говорит, если я возлагаю руки на больных, они исцеляются. Все, они исцеляются. И я уже, ну, наверное, повторюсь, то, что исцеление, Слово Божие, это как семя. И когда ты возлагаешь руки, ты же не видишь, что в данный момент происходит в организме. Какие там химические, физиологические процессы. Ты не видишь, что происходит в духовном мире. Но тебе не обязательно видеть, ты знаешь. Если Бог сказал, что если ты будешь возлагать руки на больных, они будут исцеляться. Вот наше мышление. И здесь нет компромиссов. Это принцип, который ты не можешь перепрыгнуть. Но церковь, она через какой-то свой опыт, она приобрела какие-то, ну, вот, негативный опыт, какое-то оправдание, какие-то объяснения. Ну, да, ну, вот если так, ну, значит, так. Знаешь, я часто слышал, ну, даже среди служителей, они обличают. И я вот с таким обличением иногда сталкивался, где мне говорили, ну, послушай, ты настолько, вот, упорно говоришь о какой-то ответственности, о каких-то результатах. Ну, послушай, вот, я 20 лет верующий, у меня там кто-то умер, вот, в данный момент. Ну, может быть, как-то давай расслабимся. Ну, может быть, то есть, как бы, ну, ну, хватит, реально люди притыкаются. Они умирают, а ты говоришь о том, что вот, написано, написано. Ну, сделай тогда это. Я слышал даже такие вещи, кто-то говорит, допустим, я сейчас дам денег и приехай там вот, докажи, что ты целитель. Мне кажется, это настолько некорректно вообще. Но, но, послушай, ну, в Библии же написано, и, или ты принимаешь этот вызов, я не приму, я не принимаю твой человеческий какой-то вызов, какое-то невежество, или какие-то у тебя там амбиции, там, понимаешь, я принимаю вызов, который, который говорит сам Бог. И это в моем сердце. Я не могу ничего с этим поделать, но это, это в духе. Что ты с этим будешь делать? Ну, за это как будто, ну, мы держим что-то перед Богом, перед людьми. И мы должны возлагать руки. Это природа Христа. Я, я, я тоже знаю, что вы говорите о том, что, когда ты исцеляешь, то начни видеть исцеление. А если перед тобой только вот негативный опыт, или какой-то, может, какие-то есть ключи, как начать видеть исцеление? Это влияет на результат? Способность увидеть, что Бог исцеляет. Да, когда мы молимся за божественное исцеление, мы должны отталкиваться от слова. То, что слово говорит, ранами Иисуса Христа, Он исцелен. Вот, что ты должен видеть. За это заплачено. И ты знаешь, когда люди молятся за больных, Бог всегда будет говорить и показывать картины, которые описаны в Библии, что Он исцелен, что Он проповедует, что Он ходит в своем призвании. И ты, Бог не может другого сказать, потому что в Царстве Божьем нет людей в гробу, нет людей больных. И когда мы молимся, Бог кроме одного, то, что Он видит, или говорит, то, что Он исцелен, Он не может сказать другого. Потому что это и есть Его безусловность, это и есть Его природа. Тогда почему мы меняем? Почему мы, как бы, конкурируем или выясняем вот отношения с Богом в этом направлении? Он сказал, заплачено, Он заплатил своей кровью. Тело Его было ломимо ради того, чтобы ты был исцелен. Да. Почему мы сегодня продолжаем вот, ну, придумывать какие-то, другие вещи? И когда человек не исцеляется, как люди говорят, ну, что ты можешь с этим поделать, кроме того, что Писание очень четко говорит, Он исцелен. Это божественная реальность. Избери, что ты, определи, что ты избираешь. То, что ты видишь физическими глазами или то, что говорит Библия. Это божественная реальность. Это Его царство. Где ты? На какой ты стороне? От чего ты отталкиваешься? Если отталкиваешься... Вы помните это место, когда Иоанн Креститель? Да. Он попадает в тюрьму. Это как параллель с любой болезнью. Вот рак, вот проблема. Это тот человек, который крестил самого Иисуса. Он видел, как Дух Святой на него сошел. И вот он попадает в такие обстоятельства. К нему приходят друзья, они сидят. О, Боже! Что с этим? Как с этим быть? А где же? А как же Евангелие? И он обескуражен. И он посылает своих друзей. Идите и спросите. Это правда? Может быть, это не Бог? И друзья приходят. Ученики Иоанна, они приходят к Иисусу. Послушай, у него вот такие проблемы. Ему завтра голову отрубят. Что ты будешь с этим делать? Бог. Что он говорит? Он не отвечает на их вопрос. Он цитирует Писание. Идите и скажите, что больные исцеляются, бесноватые освобождаются. Идите, скажите ему. Где ты сегодня? На чем ты сфокусирован? На той тюрьме, которую дьявол тебе предлагает? Или то, что говорит Писание? Что ты можешь на это сказать? С кем ты из людей можешь поспорить, которые тебе будут загибать пальцы? Иди сюда, приехай. Иди туда. Ты целитель. Эй, слышь, целитель, иди сюда. И послушай, ты ничего с этим не можешь сделать. Ты настолько уязвим. Ты настолько, ну, уязвим, потому что, потому что ты привязан к слову. Ты, у тебя нету. У тебя нету другой альтернативы. Ты ничего не можешь сказать этим людям. Ты не можешь поспорить с ними. Потому что ты, ты не можешь. Взять вот так вот, знаешь, и как спорт лото разыграть. Ну, давай я, я помолюсь за него. Пойдет, не пойдет. Ты не можешь так. Это не лотерея, это не рулетка в казино, где они там, знаешь, красная 28, черная 31. Мы не крутим рулетку сегодня. Мы стоим на слове. И способность стоять на слове – это отношение. Это отношение с Отцом. Это Его любовь в нас. Вот что такое божественное исцеление. А все остальное – это, знаешь, это философия, это размышления, это какое-то общественное мнение, сформированное уже внутри церкви. интерпретированное на своем личном опыте, негативном. Поэтому люди в мире, они исцеляются сразу. А мы, имея вот все эти рассуждения, негативные вещи, мы продолжаем ходить по кругу. Спасибо большое за прекрасный опыт и тот вызов, который вы принимаете. И церковь может тоже брать этот инструмент, который вы приняли и используете, и приносить это в свои города. Дорогие, наша передача подошла к концу. Мы благословляем вас и молимся о том, чтобы каждый, кто смотрит нас, он шел в этот мир и передавал божественное исцеление. А сам жил в божественном здоровье. Во имя Иисуса. Аминь. Я хотела бы поделиться свидетельством, которое произошло со мной. В 2018 году осенью я начала ощущать какие-то внутренние изменения и дискомфорт внутри себя. То есть я решила проверить свой желудочно-кишечный тракт. И когда мне проверяли кишечник, мне был поставлен диагноз, я сейчас зачитаю, в сигмовидной кишке полип на короткой узкой ножке, розовый, подвижный, на верхушке кровоизлияние до 0,3 сантиметра. То есть мне сказали, что срочно оперировать, оставлять его нельзя. И у вас, говорит, вся кишка там воспалена очень сильно. И меня поставили на операцию. И когда мы ждали это время, этот период, мы молились, соответственно. И когда мы молились, я к Богу как бы приходила и говорила, говорю, Господь, у меня есть заключение врача, что у меня стоит такой диагноз. Но я хочу, чтобы у меня была такая же бумага, где написано, что никакой полип не найден. И когда мы молились с сестрами, то есть прошло время, пришло время операции, я пришла на операцию. И когда врач начал осматривать мой кишечник, он осматривал несколько раз. И я спросила, я говорю, что случилось? Он говорит, ничего не случилось. Я говорю, ничего вообще не нахожу. Я такая говорю, а воспален кишечник? Он говорит, ничего не воспалено вообще. У вас идеальный, хороший кишечник. Вы знаете, я лежала и смеялась. Я говорю, Господь, ты умеешь просто удивлять, и ты умеешь действительно радовать. Я благодарю Бога за это исцеление, потому что это радость, когда Господь исцеляет нас. И теперь я держу две бумаги. Одна, которая говорит, что он был, а другая, которая не была. И это слава Господу, вся слава нашему Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова